Всем привет! Я Валера с одним костылем на этот раз. Прокачанный футбол. Я все еще не прокачан, но не так уж и толст. Немножко сонный сегодня, потому что вчера была Лига Чемпионов, во-первых. Лига Чемпионов была интересная достаточно. Ну, наверное, один матч был интересный. Из тех, что я умудрился частично посмотреть. Плюс мы вечером проходили очень забавную игрушку. Ужастик. Я вот сюда ссылку вприткнул. Сюжет просто охерительный, так что советую глянуть. Так вот, возвращаемся к футболу. И мои заметки, как всегда, у меня на телефоне. Ну, начнем, наверное, с матчей вторника. И первый матч проходил в Казахстане, в Астане. И он проходил реально рано. В шесть вечера по московскому времени, по-моему. Астана принимала Атлетика Мадрид. И я смотрел матч, наверное, большую часть этого матча. И могу сказать, что был веселый матч. Но поле, конечно, искусственное. Палас. Примерно, как мы в Питере играли. Так что, наверное, не самый техничный футбол был. Ну, и куча ошибок тоже у Атлетика Мадрид. Были моменты, там Торрес не реализовал очень хороший момент. Ну, как... Я не буду говорить, как обычно в последнее время. Потому что Торрес мне нравится, как играет. В общем, хороший футболист. Но, да, забивать можно было. И у Атлетика были шансы. Ну, Астана прикольно, что они сыграли смело, без... Ну, не боясь Атлетика. Атаковали тоже. И Кавананга, или Кавапанга. Какой-то там чувак. Какой-то Банга, Ванга. Он очень прикольно смотрелся. Африканский нападающий, я так понял. Вот. Первый раз я увидел, как он играет. Ну, неплохо, неплохо. Вот. Так что был достаточно прикольный матч. Вот. Еще удивлен, что Атлетика, имея вполне, ну, достаточное число моментов, не только моментов, но и стандартных положений, там, угловые, штрафные, и не реализовать ни один из них, это, конечно, странно. Причем это, ну, реально козырь Атлетика обычно. Так что 0-0. Слабенькая игра Атлетика. Наверное, у Астана молодцы. Я рад. Два очка теперь, и есть вариант даже зацепиться за Лигу Европы. Эмью принимал ЦСКА, я смотрел этот матч. Конечно, я был расстроен счетом итоговым. Эмью смотрелся неплохо, но, конечно, булки. Это мое мнение, так что у вас может быть другое, но по игре, конечно, Эмью вообще слабенько. Очень слабенько. У них были моменты, несомненно, да, там Гуни даже простил несколько раз. Лингард офигительно смотрелся, как мне показалось. Но в целом ЦСКА мог бы и победу вырвать, если бы Думбия не затупил. Можно было опасно Мусу отдать или, ну, самому решить. Ну, там Эдихея, конечно, спас нереальный сейф его рукой. Было круто, но Думбия имел все шансы подарить ЦСКА победу, что он сделал. И жаль, потому что Слуцкий реально круче Вангала. По крайней мере, как я это вижу, Слуцкий вообще монстр кровати. И Вангал, пипец, мне кажется, он сам удивился, когда они забили. Я смотрел послематчевое интервью, и он такой, чувачки, играли мы так хорошо, играли. На самом деле, играли, может быть, неплохо, но я как-то реально слабо с реализацией моментов, просто жесть. Рохо там активно очень, кстати, играл у Манчестера. У него была пара моментов тоже, он отрастил. Вот. Ну, а из игропов, мне, наверное, Венгард больше всех понравился. Наверное, игрок в матче, я точно не уверен, кто был признан лучшим игроком. Наверное, в наруне, по классике. Но Улингард потрепал нервы там, ребятам, это точно вам говорю. Защитка у нас, в общем-то, неплохо отыграла. Ну, и жаль, Акинфеева, блин, опять пропустил. И он не может на ноль уже сыграть, я даже не знаю, сколько времени. Уже несколько лет, что ли. Короче, жесть. Но ЦСКА молодцы, играют всегда классно в Лиге Чемпионов и просто крутизна. Я рад. Но, думаю, еще поборемся за выход в плей-офф, потому что осталось две игры, в общем-то, с Вольфсбургом и PSV. И PSV можно обыгрывать. Ну, а Вольфсбург вообще какой-то разобранный последний матч, как я вижу, всем проигрывает. Так что вот третий матч, да, у меня на доске. И, в общем-то, та же группа PSV-Вольфсбург. PSV 2-0 обыгрывает Вольфсбург. Вольфсбург, Де Йонг там забивает второй гол за кидушечка. PSV, в общем-то, неплохо играли, контролировали игру, насколько я понял. Было прикольно. Было прикольно. Hello. Вот, поэтому матчу сильно много, наверное, сказать не могу, потому что, в общем-то, не смотрел я его. Смотрел я обзор всех матчей, но молодцы PSV, группа очень плотная. Насколько я помню, у Mew сейчас на первом месте или на втором, они там с PSV где-то в топе. CSK в конце из-за поражения, 4 очка, по-моему. Вольфсбург 5 или 4 тоже. В общем, реально плотно, и у всех до сих пор есть шансы на плей-офф, так что очень интересная группа. Будем смотреть, следить. Ну, если бы к какой-то группе переходить, благо принимал Ювентус 1-1, и Ювентус что-то с ними не то в последнее время. Как-то сливаются, то ли Аллегри подслился, тренер Ювентуса, не знаю. Но смотрится он, конечно, не знаю, ну, так сильно. Давайте будем откровенны. Плюс красная карточка в конце матча. Эрнанесу, насколько я понял, по повтору. Реально странная. Ну, подставил команду парень. Так что 1-1, и Ювентус... Ювентус... Ну, имеется шансы пройти дальше. Севилья-Сити... Ну, Сити просто... Как бы переиграл по игре вчистую, судя по повторам, по обзору тоже. Стерлинг молодец, банку вообще красивую положил. Мне очень понравилось. Даже Банни забил, что редкость. Плюс Фернандо. Севилья ответил одним голом с пенальти. Шансов мало было у Севильи, давайте будем честны. И Севилья в этом сезоне уже не та Севилья, что была в прошлом. Так что 1-3, заслуженная победа Сити. Ну и последняя группа, наверное, которую я хотел посмотреть. В общем-то, все четыре, да. Семь матчей, единственное, один матч я не записал. Но вы меня простите. Реал ПСЖ принимал. И судя по повторам, игра, конечно, была говно. И ПСЖ должны были выигрывать. Ковани не забил один на один. Димареса штрафного положил. Перекладину, по-моему. У Реала вообще ничего не было, никаких моментов. И забил Начо, центральный защитник, который вышел на замену после травмы Марселла. И он забил просто нереально забавный гол. Слету пробил, корябку. И она залетела в ворот. Это было смешно. Но молодец, конечно, поздравляю. 1-0. Реал побеждает в голову центрального защитника. Это реально странно. Ну так, такова жизнь. И после матча Криштиану Роналду, это реально прикол. Он что-то шептал на ушко Ролану Блану, премеру ПСЖ. Не знаю, что он там ему шептал. Видимо, предлагал свои услуги в ПСЖ за хорошую зарплату. Ну, было бы интересно посмотреть на Криштиана, конечно, во Франции. Но еще бы было интереснее посмотреть на Криштиану обратно в Англию. Правда, Криштиану уже возрастной футболист. И будет сложновато, но он велик. Он велик. И в любом чемпионате было бы, наверное, бонусом иметь Криштиану в одной из команд. Так что посмотрим. Что будет? ПСЖ ничего не могу сказать. Слабо по игре. Надо забивать свои моменты. Камон, чуваки. Состав у вас пустохилительный. Ибрагимович, Кавани, там, Лавеси, Димария, кто хочешь. Все красавчики. Так что ПСЖ слабенькое. И, видимо, вместо Ротлана Блана будет новый тренер скоро. Скорее всего. Я думаю, ну, вероятно, зимой. Может быть, к лету. Зависит от того, как в Лиге чемпионов, наверное, сыграют. Так что посмотрим. Ну и последний матч вот в этой же группе с Реалом ПСЖ. Шахтер Мальми. Шахтер просто уничтожил 4-0 Мальми. И я смотрел повторы голов. Мне они показались реально смешными. Третий гол вообще был пенальтик. Вот странная, фейковая. Может, не фейковая. Но в ФИФЕ мне часто какую-то ерунду ставят. Поэтому я даже не знаю. Да и судьи, на самом деле, в последнее время просто вообще позорники. В любом случае, Шахтер доминировал. И заслуженная победа. 4-0, конечно, многовато. В Мальми не настолько плохо. Но, видимо, не их день был. И 4-0. Очень круто. Ну а судьи. Это, конечно, отдельный разговор. И уровень судейства в последнее время просто... Привет еще раз. Технические проблемы, извиняюсь. Плюс экстра-звуки были небольшие. Но да ладно, вы меня простите. Я рассказал про судейство как раз. Что реально очень слабенькое последнее время. Но об этом мы, наверное, потом поговорим. В одном из следующих выпусков. Переходим к вчерашнему дню. И первый матч, наверное, один из самых больших... Одна из самых больших вывесок на вчера. Это Бавария-Арсенал. Бавария принимала в Мюнхене Арсенал лондонский. И мы с Байлингом приготовились. Прям такие в ожидании супер-игры. Сели. Четенько болеем за Арсенал. И хоп. 10 минут. 1-0. Бавария впереди. И как бы... По игре, конечно, не знаю, что сказать. Но судьи меня тоже, опять же, удивили. Я не знаю, это мое мнение. Но гол, который забил Азил. То есть, когда Азил забил, был счет 1-0 в пользу Баварии. И потом Азил забивает 1-1. Типа должно было стать. Но Бавария такие, ооо, руку начали поднимать. Указывают, что он рукой забил. Магическим образом судья на линии заметил это сразу же после апелляции. И такой, ооо, да, действительно, рукой забил. Азил получил желтую, гол отменили. Но, если честно, мне по повтору не показалось. Такая игра, причем прижатая рука, что это незаконно. Я, конечно, может правила не знаю, напишите в комментарии. Но мне кажется, если у тебя прижатая, ты вот так вот плечом бьешь, это не игра рукой. Так что, судьи в очередной раз жгут. Ну, либо я не знаю правил. Вполне, кстати, возможно, потому что я их ни разу не читал. Но Бавария в итоговый счет 5-1. Мюллер забивает парочку. Алаба просто шикарнейший гол в 9 сдали. Ливандовский свой тоже кладет. И Робин выходит на замену, забивает гол. Молодец. Красавчик Робин. Также я рад за Жеру, который забила. Ноеру опять во втором матче подряд. И гол реально был красивый. Спаса принял, развернулся и с лету пробил, не опуская мяч на землю. Это, конечно, реально красиво. Очень-очень клевый гол. Но Арсенал, конечно, в защите. Бескосилни, который травмирован. Мертезакер, Габриэль, ребята, это вообще беда. Это беда. И не накрывают, не перехватывают. Ничего. Косильни, конечно, очень не хватает Арсеналу. И очень жаль, что он реально травмировался. Потому что в этом сезоне Косильни прибавил просто знатно. Ну, а Зил пропал после того гола, который отменили. По классике ничего нового. Дебуши, кстати, на правом фланге играл в этом матче. Вот. Ну, видимо, Белерин тоже травмирован. Не знаю. Так что... В общем-то, ожидаемая победа Баварии. Но я надеялся на более интересную игру от Арсенала. Будем честны. 5-1. И у Арсенала все еще остаются, конечно, шансы на выход в плей-офф. Для этого им надо выигрывать и Олимпиакос, и Загреб. При этом увеличивая свою разницу за виды пропущенных. И ждать, что Олимпиакос не сыграет ничейку... А, не победит Баварию. Я точно не... Не сыграет ничейку с Баварией, по-моему. Потому что у них уже 9. 3 победы. И... Арсеналу будет тяжко. Но Бавария, скорее всего, обыграет Олимпиакос. Давайте будем честны. И... А если Арсенал обыграет Олимпиакос, то, по идее, должен проходить дальше со второго места. Но посмотрим. Сам же Олимпиакос играл вчера с Загребом. Это было Заруба. Загреб завел первым. И... Отсижился в защите, судя по моментам, которые я видел в телевизору. Олимпиакосу старались. Старались, атаковали, атаковали. Отыграли один мяч во втором тайме. Потом Загреб получает желтую карту... Красную карточку. Удаляется игрок. И... На Олимпиакос добивает соперника. В конце матча 2-1, там, на последних минутах. В общем, наверное, не знаю, заслуженная победа. И... Олимпиакос, конечно, неплохо. Молодцы. Смотрится сильно. Думаю, в Лиге Европе это будет очень серьезный соперник. Если они, конечно, не были в боев. В следующей группе интересный матч, кстати, был. Я второй тайм частично смотрел. Челси принимал дома в Лондоне на Стэнфорд-Бридж Динамо-Киев. И я рассчитывал на победу Динамо-Киев. Ну, точнее, вставочки, которые мы делали. Тут я ссылочку приткну. Мы ставили на победу 2-1 Динамо-Киев. Вышло оно немножко наоборот. 2-1 Челси. И Виллин, конечно, просто супер-игрок. Просто мега-человек, который спасает Челси в последнее время. Ну, просто тащит, тащит всю команду. И Мауринио должен на руках носить Виллиана. Потому что и первый гол, его прострел. Там автогол засчитали, но прострел Виллиана был. В общем-то, защитник свои ворота срезал. И когда Челси отыгрывали, ну, точнее, был счет 1-1, ничейка. Динамо-Киев забили. И Виллин пробивал штрафной. Просто положил хороший удар. Отличный удар, молодец. То есть Виллин, грубо говоря, 2 гола забил. Во втором голе со штрафного мне немножко показалось Шавковский. Может, чутка ошибся, братарь, Динамо-Киев. Но давайте тоже будем честны. Удар был хорош. И, ну, вот как по телеку тоже, да, эти эксперты все обсуждают. Там удар, не удар, вратарь, ошибся, не ошибся. Тут англичане говорят, что чуваки, хватит на вратарейте, погнать. Потому что реально удар был качественный, во-первых. Во-вторых, реально мяч быстро летит. И попробуйте сами взять, в общем-то. Так что, я думаю, закономерно. Отличный удар. 2-1. Челси впереди. Рами распахал. Все старались, наверное. Ключевая замена в конце, после первого пропущенного гола в Челси. Это на 70-х минутах где-то вышел Азар и вышел Тьярго. И, конечно... О, Педро. Пардоньте. Азар изменил игру. Как минимум тем, что он заработал штрафной, с которого забил Виллиан. И Азар реально смотрелся вот те 15 минут, что он вышел на поле. Очень-очень неплохо. Мне понравилось. Может, они помирились с Мурием, я не знаю. Если бы они, наверное, помирились, он в основе вышел, но, видимо, нет. Но смотрелся хорошо. Я рад. И Челси... Было бы круто, чем я видел Челси. Плей-офф, камон. Согласитесь. Крутые клубы должны походить в плей-офф. Так что, Арсенал, Челси, давайте, жгите, пожалуйста. Макави принимал Порту дома. Тель-Авив. Порту силен. И 3-1. Порту дарили всю игру. Как бы без вопросов. Судя по повтору, что я видел, реально Порту владели мечом, создавали моменты, забивали. Так что, здесь я особо ничего сказать не могу. 1-3. И Порту на выезде побеждает. И, скорее всего, с первого места выйдет. Зависит от игры с Челси. Но я думаю, там они за ничейку могут зацепиться. Так что, Порту крутые чуваки. В плей-офф. Молодцы. Барса. Барса дома принимала Батэ. Из Беларуси, ребят. И, понятно, ожидаемая победа. 3-0. Единственное, что мне... Ну, что реально было интересно, это вот со стороны Батэ, это штрафной на первых минутах, который они пробивали очень-очень рядом. Если бы забили 1-0, было, конечно, было бы прикольно. Еще там был непоставленный пенальти, который, мне кажется, был в ворота Барса, но не поставили. Это было при счете 0-0. Так что... Неизвестно, как бы игра сложилась, если бы это случилось. Но я думал, нет, Барселона все, что-то давило бы. И 3-0. Барселона, Неймар, Суарес просто... Творят там какие-то мега-магию. Без Месси даже. Но Батэ не самый сильный соперник. Будем честны. И, конечно же, ждем Месси в Вазрахерсе скорее. Травма на колени – это грусть. Я об этом знаю, не полнослышки. Рома в той же группе принимала Ливеркузин. И это опять была супер-бешеная игра, которую надо было смотреть. Почему это я не смотрел? И Джека просто монстр. Во-первых, первый гол он отдал, просто шикарнейший пас. В 1-1 Сала просто вышел с идеальнейшего паса Джеку. Второй гол Джека сам забил. Реализовал выход. Просто как настоящий нападающий. И Джека реально топ-уровень. Очень крутой нападающий. Мне нравится. Так что 2-0. Рома впереди. Потом Чпок. Ливеркузин отыгрывается 2-2. Получите, распишитесь. И Рома такая... Как так? Напоминает события как раз предыдущего их матча. Когда там 3-4 было. Или 4-4. В общем, там какие-то бешеные камбэки туда-сюда были. Но в конце концов, Рома дожимает. 3-2. Буфон там какой-то мега сейф. Не Буфон, пордоните. В общем, 3-2. Рома. Молодцы. Будет интересно посмотреть плей-офф Рома. Но все еще впереди. Потому что реально тоже плотненькая здесь борьба. Рома Ливеркузин. Барса, понятно, скорее всего выйдет с первого места. Но Рома Ливеркузин разыграют, я думаю, путевку в плей-офф. Должно быть интересно. Ну, я в этом противостоянии поддерживаю Рома, наверное. В частности, из-за Тотти Франческо. Так что давайте, давайте. И последняя группа вчера, которая играла. Гент Валенсия. Я просто как болельщик Валенсии удивлен. 0-1. Проиграть Генту, это, конечно, очень круто. Гент забил с пенальти. В пенальти, в общем-то, был. Там Бараган рукой сыграл. Штрафной из прострела. Судя по повтору. Ну, в холень себя не забивает. Я удивлен, что Негредо остался вообще вне заявки на матч. Как так? Ну, и спирит в Санта, камон, чувак. Как же так? Негредо. Это же реально очень крутой нападающий. Мог бы изменить ход игры. Но не изменил. Так что... Валенсия поражения. И спириту Санту попрошу. Негредо, Алькасер. Они заслуживают играть в основе даже вдвоем. Последний матч в этой группе. Наверное, самый интересный для российских болельщиков. В этот день, по крайней мере. Зенит на выезде играл с Леоном. Французским. И матч складывался охренительно. Давайте будем честны. Дюбиньо в первом тайме забил гол. По классике. Классический Дюбиньо. И второй тайм. Халк там что-то совершенно фантастическое творил. Плюс голевой пас на Дюбиньо. Который решает. Таня пляшет. Но Дюбиньо, да, забивает. Оформляет дубль. Далее. Дани. Какой-то нереально прикольный финтец. И красная карточка. Леон. Последние 15 минут, по-моему, Зенит играл в большинстве. При этом, кстати, мог пропустить. Но в защите у Зенитов все в порядке. В отличии от, например, не знаю, Манчестер Юнайтед или Челси. Это мое мнение. Так вот. Горай Ломберц просто красавчики. Крешита, Анюков, Смольников. Тут вопросов никаких. Плюс опорная зона реально хороша. Вецель Гарсия. Зенит заслуженная победа 2-0. И 12 очков после 4 матчей. Из 4 матчей в Лиге Чемпионов. Даже на групповой стадии. Это очень крутой результат. И с первого места, я думаю, Зенит уже точно выходит. Там ничейку, наверное, одну сыграть и все. Так что просто поздравляю. Красавчики. Дзюба, Халк, монстры. Да, они хороши. Молодцы. И это все на Лиге Чемпионов. Сегодня играется Лига Европы также. Самое интересное, наверное, как для меня, так вероятно для российских болельщиков. Рубин. Дома. Дома в Казани. Принимает Ливерпуль. Великий Ливерпуль. Так что будет прикольно. Сегодня читал новости. Там даже Клопа кто-то за щечку дергал. В аэропорту кто-то из болельщиков. Наверное, у нас головой не дружит. Как так. Камон, чуваки. Будьте более разумны. Разумны. Ну, а Клоп потерял улыбку после этого эпизода, как я понял. Хотя газетам я не доверяю. Так что фиг знает, что там было. Но игра должна быть интересная. Я буду болеть за... Даже не знаю, за кого. Я вроде и за Ливерпуль хочу болеть. Но вроде и Грубин играет. Короче, не знаю. Надо много голов. 1-1... Ладно, 3-3. 3-3 мой счет. Пожалуйста. Прошу. Напоследочек. Мы тут делали ставки на Лигу Чемпионов. Я ссылочки приторну здесь где-нибудь. Ставочки просто ради интереса. Ни одна не сработала. Три матча было. Извиняйте. Но по фану мы продолжим через 2 недели, когда Лига Чемпионов вернется. Так что следите за новостями. Кликайте ссылку. И также я приложу здесь еще одну ссылочку. С... Интересный видос. Лично для меня. Потому что я часто в фифу играю. Это нарезка дальних ударов в фифе. Начиная с 98 фифы по 2016 фифу. В общем, много лет. Дальние удары. Там реально интересно посмотреть, как менялась графика, физика, игры и все такое. Поэтому советую. Ссылочка. И... Наверное, на этом все. Всем спасибо за внимание. И хорошего вечера. Приятного просмотра. Лиги Европы. Увидимся через несколько дней. Пока-пока-пока.